Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас в гостях снова Давид Побережский. Это русскоговорящий адвокат из Италии. И сегодня мы будем раскрывать очень интересную тему – возможность получения вида на жительство для фрилансеров и индивидуальных предпринимателей. Давид, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Спасибо еще раз, что пригласили меня. Смотрите, сегодня, да, действительно очень интересная актуальная тема, потому что большинство, наверное, зрителей, каналов, которые информируются про возможность переезд в Италии, являются индивидуальными предпринимателями. Фрилансеры, они занимаются своей свободной деятельностью и задают себе всегда вопрос, как можно переехать жить в Италию. Может быть, на временное проживание, может быть, на постоянное проживание и так далее. И очень часто мы решаем такие вопросы, как именно фрилансеру можно получить вид на жительство, пермесе судьорно, визу дэ в Италии. Поэтому сегодня, да, очень действительно актуальная, интересная тема. Смотрите, в первую очередь интересует такой момент. Есть ли какое-то ограничение по профессиям, да, то есть это строго регламентированный какой-то список профессий, да, или это абсолютно любой человек может открыть такую визу и что это за виза? Какие этапы? Да, смотрите, я начну отвечать с того, что есть один специфический тип визы для либеропрофессиониста, для регионального предпринимателя, который собирает в себе очень обширную категорию профессионалов. Абсолютно правильный вопрос первый – это какие категории профессии могут переезжать? И на это отвечаем очень просто. Любая категория профессиональная может переезжать в Италию. Конечно же, Италия рассматривает более хорошо или более приемленно некоторые специфические категории так называемых лицензированных профессий, но и дает возможность на переезд даже тем профессиям, которые не лицензированы. И уточню, что это значит, потому что в понятии каждой страны это значит разное. В Италии есть некоторые профессии, которые имеют свои соответственные палаты или рейстры или ордены, смотря как мы их хотим назвать, которые регламентируют некоторые специфические профессии в некоторых стандартах. Грубо говоря, каждому будет понятно, что адвокаты регулируются своей адвокатской палаты, бухгалтера и нотариусы, но многие другие профессии в Италии имеют свою специфическую регламентацию. Это любая медицинская профессия, это любая психологическая профессия, любая профессия, которая имеет специфический медицинский или полумедицинский или специфический подход, как, например, эстетика, прихмахеры, маникюрщицы, массажисты и так далее. Все профессии, которые имеют вот эти направления, не имеют свою палату. И чтобы переехать в Италию по этим профессиям, нужно доказать, что есть именно опыт работы специфических в этой сфере. Но, несмотря на одну категорию, которая не больше, чем 50% всех профессий, есть очень большое пространство для всех тех профессий, которые не имеют вообще регламентацию в Италии. Точнее, они признаны, они регламентируются какими-то стандартами, но которые не приводят к профессионалу в запись какой-то некой рейстор. Например, айтишники в Италии не имеют палату или специфического айтишников. Дизайнеры. Что дизайнеры интерьера, что дизайнеры по моду. Очень много у нас есть клиентов и всегда желающих приехать в Италию заниматься именно дизайном. У нас нет в Италии какой-то специфический палат или орден или рейстор по дизайну. Эта профессия входит во вторую категорию так называемой свободной деятельности. Также у нас очень много есть видов деятельности, которые связаны с консультацией, по маркетингу, по бизнесу, по переезду и так далее. Все эти идут тоже в категорию свободной. Но что мы хотим сказать сейчас как первый ответ, это что несмотря на вашу категорию, оба из этих групп, больших групп категории профессионалов могут успешно, существенно переехать в Италию без проблем, без ограничений. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что потребуется на первом этапе? То есть здесь нужно будет открывать индивидуальное предпринимательство или это будет именно как филиал собственной компании? То есть с чего нужно будет начать? Или это какой-то тип специальный? Смотрите, очень интересный вопрос, потому что первое, что мы всегда уточняем у наших клиентов и мы советуем для тех, которые хотят переехать, это следующее. Когда мы специфически говорим про индивидуального предпринимателя, это не значит, что мы обязательно должны открыть фирму, компанию, юрлицо. Это может быть для некоторых дорого. Для многих других это может быть просто даже неинтересно. Если я работаю как дизайнер, как айтишник, зачем мне обязательно открывать юрлицо? Это не необходимо. То есть это не обязательно. Но важно подчеркнуть следующее. Главный фактор и критерия для оценки, является ли человек реальным профессионалом, айтишником, дизайнером, маникюрчиком, массажистом, консультантом, это его предыдущий опыт работы. То, что всегда впервые мы уточняем при наших платных консультациях с клиентами, самая ценная часть информации это вы айтишник. Отлично. У вас есть, скорее всего, диплом. Великолепно. А сможете ли вы доказать на прошлой, в идеале, три года, что вы реально работали в этой сфере? Потому что очень многие подаются на визу ДЭК и индивидуальный подприниматель. Но не у всех есть, помимо диплома какой-то сертификации, именно доказуемый опыт работы. Что самое важное в доказательстве на переезд в Италии, это именно доказать опыт работы. И с этим, что я хочу сказать. Если вы, любой из этих профессионалов, лицензированная профессия или открытая, задумайте всегда, могу ли я переехать именно как индивидуальный подприниматель. Ответ на этот вопрос очень легкий. Смогу ли я доказать, ну, хотя бы на прошлый год-полтора, что я работал как-то айтишник, что у меня была декларация налогов как-то айтишник и так далее. Если да, то это, скорее всего, правильное ваше направление и сможете это доказать. И украду у вас часть, может быть, второго вопроса. Очень часто у нас просят, а нужно ли мне тогда открывать компанию, рассматривать какую-либо другую схему и так далее. Смотрите, помимо туристических и студенческих виз, самое большое количество обращений на ВИЗД в Италии, это как индивидуальный подприниматель. Соответственно, рассматриваются эти процедуры довольно детально, потому что каждый второй хочет стать индивидуальным подпринимателем в Италии. Ну, утрирую, естественно. Для цели ответа, можно ли это быть, можно ли успешно сделать эту процедуру, ответ очень легких консульства между всеми процедурами и всеми большими количествами обращений, которые есть, должен рассмотреть, убедиться, что вы являетесь реальным подпринимателем, реальным дизайнером, реальный маркетолог, реальный айтишник. Если сможете вот эту часть доказать, то вам не нужно думать о альтернативах схемы переезда. Это, скорее всего, правильный ваш путь для переезда в Италии, и можно его существенно рассмотреть, добить, получить и получить вашу соответственную визу. Очень важный момент. Как я понимаю, что доказательная база – это рекомендательные письма с предшествующих мест работы, какие-то договора. Но вот налоговые декларации, потому что вот это здесь обязательный момент, что очень многие стараются как-то эти налоги минимизировать. Соответственно, может быть, уплачено меньше налогом, чем имеющиеся фактически прибыли. Это будет как-то влиять? Смотрите, у вас абсолютно вот юридический ум и правильный, точный подход. Правильный вопрос – это не все всегда все декларируют, и мы не будем тех тип категорий, видео в показательных, которые летают в облаках и не знают о реальности. В реальности очень многие имеют часть белого, часть черного дохода, ничего в этом странного нет. У многих нет конкретных годовых, полугодовых или двухгодовых деклараций налогов о своем бизнесе. Является ли это главным фактором рассмотрения? Нет, конечно. Всегда смотрится вся процедура комплексно. Но, естественно, не буду скрывать, что показать какой-то декларационный период, например, ведущий год, два, три в идеале, да, конечно, что я работал как айтишник, и что как айтишник у меня была декларация налогов, конечно, это помогает для консульства рассмотреть реальность. Но, несмотря на отсутствие каких-то элементов, понимаете, нету какого-то одной единого гранитного кирпичного стандарта. Оператор консульства, сотрудник консульства, он всегда смотрит всю папку обращений комплексно. Есть человек, у него есть диплом, у него есть подтверждение. Как правильно вы сказали, например, есть какие-то подтверждающие рекомендательные письма или предыдущих работодателей, или пробегу опять чуть-чуть вперед, или, может быть, есть какое-то сопроводительное письмо о намерении о сотрудничестве от итальянской фирмы, партнеры, компании. Но, может быть, при всей этой волоките документа отсутствует чуть-чуть час декларации налога за предыдущие годы. Я считаю, что, в общем, моя оценка на эту процедуру позитивная. То есть, такой тип обращения должно пройти. Если же, конечно, мы подаем на генеральных предпринимателей, у нас нет лицензии, мы айтишник, но у нас никакого нет образования, никакого диплома, никакого аттестата. Нет никакой декларации налогов. Мы вообще ничего не декларировали. Естественно, в таком случае я бы задумался дважды, прежде чем подавать на визу ДЭПа такой категории, потому что мы все логически понимаем, что в отсутствии всех реквизитов рассмотрение процедуры может быть отрицательным. Поэтому на ваше чувство, конечно, и на чувство правильного юриста-адвоката, которому вы обращаетесь на проведение такой процедуры, понять, какие из всех элементов у вас есть, какие не хватают, и какие даже если не хватают, может быть, не так важны. Про письма, то, что вы говорили, абсолютно важно. То есть я советую всегда одно. Нужно в консульство показывать как можно больше документации, подтверждающей опыт работы, качество работы и, что самое важное, намерение конкретной работы в Италии. Если вы покажете существенную папку документов и приложите в ваше дело существенную папку документов, то, скорее всего, рассмотрение будет позитивно, не будут проблем. Нужно просто отнестись комплексно, чтобы вся была какие-то документы, в которой преподавались, была полная и комплексная, как можно больше. Смотрите, самый важный момент, для чего Италия вообще, собственно говоря, позволяет приезжать у нас в Францию в качестве индивидуальных предпринимателей. Ведь далеко не каждая страна позволяет это делать. Вот, например, в Польше, где я проживаю. Здесь иностранец только в ряде случаев может открыть вот индивидуальный предприниматель, он может открыть только фирму. Но страна заинтересована, наверное, в притоке налоговой базы. Правильно? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Да-да-да. Вы трогаете очень-очень важный пункт, касаемо следующего. Кто-то, наверное, более внимательно смотрел предыдущие выпуски и так далее. И первый раз мы говорили, что в Италии очень есть ограниченное количество виз и переездов, связанное с наемной работой. Поскольку в Италии есть общая статистика, которая проводится каждый год, касаемо общей количества безработниц. Считается, что в Италии нельзя принимать другие вторые квоты на наемную работу. Италия с этим заинтересована принимать только иностранцев, которые являются индивидуальными предпринимателями. Почему? Потому что индивидуальный предприниматель, абсолютно вытруненный самый важный пункт для консульства, посольства и потом для миграционной полиции, представляет источник дохода, который в среднем и в своем развитии карьеры будет выше, чем любой другой наемный сотрудник. И второе, это не составляется первая такая линеарная конкуренция для наемных сотрудников, которые уже работают в Италии. Поэтому, конечно, весь концепт иммиграции любой страны, он связан с приходом любого капитала. Но, естественно, Италии более интересно принимать профессионалов, которые имеют специфическое техническое образование, так называемых умов, чем просто наемных сотрудников, которые будут делать низкоспециализированные, низкоквалифицированные профессии. В этой оптике, естественно, это общая теория и работает. Поэтому, если вы показываете уникальность вашей работы, уникальность нужды вашей работы и так далее, то, естественно, ваше обращение на индивидуальное предпринимательство будет рассмотрено намного лучше. Очень часто мы советуем некоторым индивидуальным предпринимателям, тоже рассказываем некоторые куски наших даже платных, очень детальных консультаций, очень часто мы советуем профессионалам, например, подумать, помимо анкеты на визу Д, помимо всех сопроводительных документов, разрешительных документов на ВЕС и так далее, подтверждения средств, показать, может быть, еще какой-то некий бизнес-план, какой-то проект. К примеру, возьмем дизайнера. Скажите, что вы занимаетесь дизайном для целей помощи, дистанцирования при ковиде, вы сразу, ну, у вас ощущение идет про то, что, естественно, Италия заинтересована может быть сегодня принимать не просто дизайн, а может быть какой-то специфический дизайн, который может помочь актуальной ситуации. Про ковид мы, как всегда, говорить не будем, мы его забиваем, скоро уже будут вакцины и так далее, но, опять-таки, все, что может помочь к актуальным решениям некоторых моментов, вопросов и так далее, это может быть всегда рассмотрено более позитивно. Сделал один еще быстрый пример. Когда-то мы делали, например, приезд для одного архитектора, который имел специфическое обращение от одной местности в Италии, не вспомню сейчас какое, которое было только что пострадавшее от землетрясения. У него было рекомендательное письмо даже от мэра города, и он ехал в этот город специально облагораживать некоторые строительства, некоторые улицы специфические, чтобы они были встроены для схода, ухода от возможного второго там землетрясения и так далее. То есть, если вы видите какую-то идею, какой-то бизнес-план, какой-то специфический проект, который может быть интересен для локального бизнеса, развивайте его, показывайте, советуйте, консультируйтесь с правильным профессионалом, который может правильно донести этот документ к правильному органу. Но если это будет какой-то конкретно интересный проект, естественно, он всегда будет рассмотрен намного интереснее и успешнее, чем либо простой другой инвент-предприятий. Наверное, вы рассказали о практических моментах. Можете рассказать немножко о практике, да? Вообще статистика отказов и положительных решений, возможность апелляции и вообще кому, скажем так, может быть, какие профессии из вашей практики проходят на ура? Да. Смотрите, все профессии, которые имеют запись в рейсер, если у профессионала есть автоматически возможно записаться в этот рейсер, они проходят автоматически без отказов. Но я буду реалистом, не просто продажником. Конечно же, у никого не будет сразу автоматического признания возможности записаться в рейсеры психологов, адвокатов, бухгалтеров и врачей. Поэтому такие количества обращений, они очень маленькие, очень редкие в течение года. Что у нас, что у многих наших коллег, с которыми мы постоянно в течение года на связи? Большинство обращений, они не входят в категории лицензированной, потому что полагается именно признание лицензии. Они входят в свободные категории. Тут я скажу, что если вы обращаетесь сами, я вижу, что без сопровождения юриста-адвоката, я бы сказал, общая статистика ответ на такие типы обращений это 50-50. Это довольно такая жестокая статистика. То есть только 50% от тех, которые на сами поддаются, получают позитивный результат. Мы этот позитивный результат можем довести по общей статистике, которой мы занимались, до 5-10% отказа. Отказ, как индивальный предприниматель, теоретически может всегда быть. Я был неправильным, нечестным адвокатом, если сказал бы по-другому. Но вся цель развить ваше дело вашу папку так, чтобы доказать как можно больше документации, чтобы оно прошло. По категориям. У нас были позитивные опыты в сфере эстетики. Маникюр, массаж, эстетика, брови, реснички и так далее. Есть позитивные опыты в этой профессии. Есть позитивные опыты для сферы дизайнеров. Это может быть дизайн продукта, дизайн интерьеров. И общие дизайнеры были, даже проходили дизайнеры сайта. Тоже хорошо работает сфера IT. То есть атишники, программисты, развивающие сайты, интернет-магазины и так далее. Все эти сферы, они работают очень хорошо. Тут я расскажу один нюанс. Может быть, я затрону тему другой нашей какой-то встречи. Но если вы думаете переезжать в какой-то профессии, которая требует какой-то курс образования, очень часто, очень интересно посоветовать записаться на курс образования на эту профессию и перевести вашу тематику индивидуального предпринимательства через год. Пример. Чтобы работать как прихмахером в Италии, вам нужно учиться от года до трех. Так не нужно тогда сразу бежать и спешить получить визу Д как прихмахер. Может быть, лучше записаться сразу на курс годовой как прихмахер, получить лицензию и продолжить этот курс потом с конвертацией со студенческой на вид на жительство по наемной работе или по автономной работе. То есть очень часто разные категории индивидуального предпринимательства могут заходить в Италию через какой-то специфический курс образования. Вовсе нету какой-то категории, какой-то профессии, которая, вижу, в среднем имеет какие-то периодические отказы. Такого нет. То есть все профессии нереально хорошо, успешно предпринимаются. Зависимо от количества документов и реальности показа опыта работы, доходов, недоходов, портфолио предыдущих работ и разные письма, согласованные о намерении работы. Окей. Смотрите, вот смена статуса. То есть со студенческого статуса можно перейти на индивидуального предпринимателя. Да. А со статуса индивидуального предпринимателя можно поменять статус на студенческий, если, скажем так, поработали год, хотим подтянуть немножечко свою квалификацию или сменить, может быть, на какой-то другой статус. Это возможно? Очень правильный вопрос еще раз. Абсолютно да. Когда вы получаете визу D как лаворо-отономо, индивидуальный предприниматель, этот вид на жительство дает возможность сделать любую рабочую деятельность. Обращаю внимание, что если у вас статус индивидуального предпринимателя в Италии, по виду, вы можете даже заниматься наемной работой. Вы, значит, с индивидуальным предпринимателем можете перейти на наемную работу, продолжить статус индивидуального предпринимателя или конвертировать на любой другой вид на жительство в Италии, в том числе, включая и студенческий. Если вы поработали как индивидуальный предприниматель, находите какой-то мастер, потому что после мастера, может быть, какая-то фирма или компания предлагает специфическую работу. Я думаю о больших компаниях, Microsoft, просто в Google, в Facebook и так далее. Часто такие колоссы бизнеса, они предлагают специфические мастеры, где обучают своих будущих следующих сотрудников. Поэтому может быть интересно переехать в инвентарный предприниматель, найти какой-то такой мастер, обучиться год, пройти какую-то кандидатуру и продолжить, может быть, дальше после студенческого, опять как наемный сотрудник или независимый профессионал. Все можно, все возможно. Очень важно, что когда вы приезжаете как инвентарный предприниматель, у вас нету потом ограничений. Вы можете конвертировать ваш вид на жительство в любой из этих. А у кого-то, может быть, тоже будет ждать код, инвентарный предприниматель можно конвертировать на причину семьи. Кто-то может переехать, просто женится, выходит замуж и так далее, теряет статус инвентарного предпринимателя, продолжает по семейной причине и, может быть, и параллельно продолжает точно так же работать, заниматься работой, но без вида на жительство, который обязательно будет привязан с декларацией нового и так далее. Можно и так, да. — Смотрите, и я так понимаю, что человек со статусом индивидуального предпринимателя может работать на работе, то есть просто заключая гражданско-правовой договор с работодателем, то есть работодатель берет его как неработник, а просто заключает договор на выполнение каких-то работ. Я знаю, это в многих странах Европы практикуется. — Точно так же в Италии. Если я являюсь индивидуальным предпринимателем, я могу, естественно, заключить наемный договор и так далее. Чтобы вы сориентировались, это уже более часть касаемая после получения вида нажительства, в Италии есть одно правило. Если я индивидуальный предприниматель, я могу быть параллельно и наемным со сотрудником. Но если доход от моей наемной работы выше дохода моего индивидуального предпринимательства, я обязан потом со следующего года конвертировать на наемную работу. Если я зарабатываю 10 тысяч от наемной работы и 20 индивидуальных предпринимателей, я могу параллельно продолжать вот этот статус. Я останавливаю статус как индивидуальный предприниматель, просто у меня будет вторая часть дохода от наемной работы. Поэтому можно это вместе даже совмещать. И вот последний момент. Когда мы открываем визу Д и в том числе ВНЖ, мы должны подтверждать наличие каких-то финансовых средств. Сколько этих денег должно быть на счету? Смотрите, опять-таки очень правильный вопрос. У нас в Италии есть такое понятие как пожиточный минимум, который составляет каждый год более-менее сумму крутящую вокруг 6 тысяч евро. То есть 6 тысяч евро – это уровень так называемой бедности, ниже которой любой человек, что итальянец, что иностранец, может претензывать на какое-то социальное пособие. Соответственно, Италия не допускает новые въезды в Италии, если иностранец не подтверждает минимальную сумму. Но только на первый год и на первый въезд для индивидуальных предпринимателей просятся подтвердить трижды вот эту сумму. Торговая палата, когда дает разрешение на проведение работы или года работы как индивидуальный предприниматель, требует всегда подтверждения так называемых экономических параметров в размере около 18 тысяч евро. Поэтому я всем всегда советую и рекомендую подумать, когда вы думаете на переезд, как индивидуальный предприниматель, осторожно, не нужно подтверждения, что у вас есть доходы в течение прошлого года на 18 тысяч евро. Конвертации в некоторые страны СНГ валюты – это может быть немаленькая сумма. Нужно просто, чтобы одноразово на счете лежала эта сумма. Но тут, опять-таки, мы юристы-адвокаты, в том-то мы и советуем, как бы сказать, обойти вот эти проверки. Эту проверку можно легко обойти, перечисляя эту сумму на счет день-два до подачи в консульство, выписка со счета и подачи. То есть, если даже мама, папа, родственник, бойфренд, жена и кто-ли-далее муж перевел вам эту сумму и вы ее показываете одноразово на счете, то есть эта процедура и эта проверка с этим уже проходит. Поэтому я бы обычно, особенно про этот пункт, не беспокоился. Но да, нужно вот эту сумму обычно показать именно, когда мы говорим про индивидуальный предприниматель. Спасибо большое, Давид. В заключение хочу еще раз подчеркнуть тот факт, что все-таки каждая ситуация индивидуальная. В миграционном праве нет, наверное, каких-то одинаковых ситуаций. Сколько бы каких-то примеров мы не привозили, сколько бы клиентов у нас не было, различных ситуаций, все равно каждая новая ситуация индивидуальная. И каких-то повторов не бывает. Поэтому, когда люди пытаются думать таким образом, что вот мой друг проехал по такой типе визы, у него все получилось, я поеду так же, не всегда это срабатывает. Правильно, абсолютно правильно. Поэтому еще раз призываю всех, кто заинтересовался данным видом на жительство, кто хотел бы переехать в Европу в качестве индивидуального предпринимателя. Италия – это замечательная страна. Мне сразу представляется, да, компьютер где-то там в Риме, в Милане, красивая кафешечка или где-то на берегу сидишь с компьютером, работаешь. Это просто, не знаю, мечта, наверное, любого айтишника, маркетолога. Поэтому есть такая возможность, и, пожалуйста, обращайтесь к нам за консультацией, мы обязательно сконтактируем вас с адвокатом, мы также дадим вам профессиональную консультацию наших специалистов. Оставляйте заявки на нашем сайте, который будет указан на этом экране, также пишите комментарии под этим видео. Мы с вами прощаемся, до скорых встреч. Спасибо. Пока.